Всем привет, с вами как всегда Гриф, решил я продолжить тему мясорубок, и в этом видео я покажу вам, как я играю медиком на карте Пригород. Много полезных фишек я уже раскрыл в прошлом видео по этой карте, но там я показывал игру за штурмовика. А в этом выпуске будет медик, и конечно же я не забуду вам рассказать, от каких позиций я чаще всего играю, о различных фишках и интересных тактиках. Мне очень нравится играть в мясорубке, но сыграв медиком буквально несколько минут, начинаешь бомбить от того, что в спину здесь убивают очень часто. И просто бегать по карте не удается, постоянно противник оказывается за твоей спиной и за секунду тебя убивает. Это очень напрягает, и начинаешь задумываться, а стоит ли вообще бегать и сливаться. С недавних пор штурмовикам стало играть намного легче, и попадать в голову вообще не составляет труда даже новичкам. Что уж говорить о хороших и опытных игроках. И все это сильно ослабило медика перед штурмовиком. Это конечно вынуждает искать какие-нибудь позиции и стараться осторожно играть от них, ведь другого выхода попросту не остается. Ну и наверное начнем мы с первой позиции, от которой я чаще всего играю. Находится она в домике, но иногда сидеть там бывает неинтересно, и поэтому я обычно выбегаю с него ненадолго, кого-нибудь соберу и снова на нее возвращаюсь. Что меня больше всего прикалывает, играя от этой позиции, это смотреть, долетит ли враг до кроватки расположенной прямо напротив меня или нет. Бывает удается положить рядом друг с другом двух, а то и трех человек, и ради этого все же стоит немного потерпеть. Слышимость здесь хорошая, так что мне заранее известно, с какой стороны выбежит очередной противник. Долго тут сидеть обычно не дают, и даже иногда успевают закинуть ко мне гранату. Этого я обычно не дожидаюсь и вовремя успеваю пробежать уже на другую точку. Обычно это рынок, здесь укрытий не меньше, но все же он открыт, и нужно успевать спрятаться за коробками, за сеном и прочими укрытиями. Все же тут гораздо проще отхватить пулю от штурмовиков, инженеров, и поэтому эту точку я использую реже. Но все равно при должном везении и здесь неплохо удается убивать противников. А если нужно перезарядиться, то гараж всегда выручит, и спрятавшись за машиной, можно чувствовать себя в безопасности. Но это ненадолго. А после этого продолжать делать убийство, пытаясь выйти на первое место. Ну а следующая, не менее интересная позиция находится на точке появления за дровами. Стоит немного здесь постоять, и уже тут же появляется противник, который резается прямо напротив меня, и выходя никогда не заглянет сюда. Этим-то я и пользуюсь. Бывает, повезет и попадаются сразу двое, но дальнейшие действия будут зависеть от ситуации. Тут уж каждый решит сам, продолжат ли играть от этой точки или ее поменять. А мы перемещаемся в гараж, который находится рядом с зелком. Обычно, появившись за коробкой, я не спешу выходить, а также слушаю. Чаще всего справа сразу же выбегает противник. Ну а мне остается только успевать всех отстреливать, ведь лезть и подставлять спину уж очень не хочется. Таких позиций на карте очень много. Я думаю, вам не составит труда их отыскать. Играйте осторожно, если не хотите становиться мишенями для штурмовиков, которых с каждым днем становится все больше. И как я уже говорил, если вы хотите занимать первые места, то берите штурмовика и стреляйте по головам. На данный момент это самая лучшая тактика для занятия первого места. Ну а медик, когда-то правивший на этой карте, ушел, оставив это штурмовику. А теперь обратите внимание на опрос в правом верхнем углу. Ну а победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится Андрей Огнев, с чем я его и поздравляю. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.